Кстати, соус особенно хорошо подходит к ребрышкам, потому что кислинка, она смягчает жирность ребер и, соответственно, очень хорошо сочетается со свининой. Вообще, свинина любит кислоту, так же, как и рыба. Ребята, привет! Снова мы с вами. И сегодня готовим новый рецепт. Это будут свиные ребрышки с клюквенным соусом барбекю. Сегодня у нас опять будет классическое барбекю. Будем готовить в режиме low and slow. А фишка рецепта как раз состоит вот в этом самом клюквенном соусе. Вы меня давно просите снимать какие-нибудь дополнительные соусы барбекю, но я подумал, что просто так вот соус готовить. Мы его сразу применим и сделаем ребрышки. Ну, а вторая фишка рецепта, она в том, что я вам сегодня покажу, как мы будем готовить эти ребрышки на треке. На вот этом маленьком портативном пилетном гриле. Причем приготовим мы их сразу пять штук. Кстати, несмотря на то, что я готовлю на пилетном гриле, этот рецепт прекрасно подойдет для любого гриля, где вы готовите low and slow. То есть, его можно будет сделать на угольном гриле, на угольной коптильне, совершенно спокойно. Нам, потому что все время нужен будет непрямой, очень слабый жар. Ну и пара слов про соус. Дело в том, что клюквенный соус барбекю – это очень известная такая вещь. И, кстати, многие грильмастера готовят его по собственным рецептам. Я вам сегодня покажу свою версию. А известен он тем, что он получается очень-очень вкусный. Ну и что интересно, готовых соусов на основе клюквы практически не продают. Но вот в данном случае это будет домашний клюквенный соус, который вы можете сделать самостоятельно, причем из очень простых ингредиентов. Еще одно преимущество рецепта в том, что он очень простой и делается все довольно быстро. Давайте я вам покажу как раз ингредиенты. У меня здесь пять пластин ребрышек. Каждая где-то примерно по 750 грамм. То есть, ну где-то 3,7 килограмма свинины. Для пряной смеси мы сегодня простую пряную смесь делаем. Нам понадобится соль, перец, гранулированный чеснок и паприка. А теперь ингредиенты, которые нам нужны будут для соуса. Это растительное масло, одна вот такая вот небольшая красная луковица, сахар коричневый, порошок горчицы, порошок чили, красный винный уксус, красное сухое вино, соевый соус, ну и, конечно, клюква. У меня здесь замороженная клюква, один стакан. Но имейте в виду, что у меня здесь садовая, а можно использовать обычную дикую клюкву. Она, кстати, даже в чем-то лучше получится, потому что садовая, она дает такую легкую горчинку. Мне нравится, но может кому-то не понравится. Поэтому, если не любите там горчиночку, то возьмите обычную дикую клюкву. Еще один важный ингредиент для соуса – это томатная паста. Вот очень удобная такая баночка, 70 грамм, нам нужно ровно 70 грамм. Ну и из дополнительных аксессуаров нам нужны будут только три вещи. Это кисточка, подставка для ребрышек, собственно. И коптить я сегодня буду на пилетах Шемзер, 100% дуб, но можно использовать и другие пилеты. Например, можно взять вишню, сюда хорошо подойдет вишня. Можно взять даже яблоню, тоже хорошо подойдет. Но если будете коптить эти ребрышки, делать на угольном гриле или угольной коптильной, то возьмите дровишки, например, те же самые дубовые, нормально будут, ольховые, яблоневые. Тоже вполне хорошо подойдут. И щипа такая же. Начинаем приготовление и начнем мы его с пряной смеси. Кстати, пряная смесь – это такая вариация на тему SPG. Соль, перец, чеснок с небольшим добавлением паприки. Итак, поехали. Берем 3 ложки соли, 3 ложки гранулированного чеснока, 2 ложки паприки и 1 чайную ложку перца свежемолотого. Пряная смесь готова. Кстати, обратите внимание, что вот это количество пряной смеси рассчитано конкретно на 5 ребрышек. То есть, если вы будете готовить больше или меньше, то, соответственно, уменьшайте пропорционами. Сразу подготовлю лук. Он нам нужен для соуса, но мы его, ребята, мы его сегодня подкоптим. Он нам даст очень интересный профиль вкусовой для соуса. Лук очищаем и убираем вот эту вот часть с корешком. И оставляем вот такие вот две половинки. А теперь приступаем к ребрышкам. С ребрышками, ребят, все как обычно. Убираем мембрану. И если что-то лишнее, там болтается, тоже это все в пользу братьев меньших. Кстати, напоминаю, ребята, что мембрану довольно легко снимать с помощью столового вот такого ножа. С таком концом. То есть, обычно вот так вот по центру заводим под мембрану. Вот. И вот так вот ее снимаем. Все. Ребрышки подготовлены. Ну, а теперь посыпаем их пряной смесью. Обрабатываем пряной смесью со всех сторон. Но с задней стороны, имейте в виду, что не очень много нужно. В основном, чтобы у нас с мясной стороны пряной смеси было много. То есть, пряная смесь не случайно такая простая. Потому что у нас основной, так сказать, вкус будет создавать соус барбекю. Вот. Мы этим соусом будем ребрышки как глазурью обрабатывать. Все. Ребрышки подготовлены. Можно их сложить вот так вот стопкой. Они тогда еще дополнительно друг друга с обеих сторон как бы напитают пряностями и солью. Все. На самом деле, вот и все подготовительные мероприятия. Можно уже запускать гриль. Гриль я запускаю удаленно. Просто нажимаю на кнопку. И он начинает нагреваться. Ой, хорошая она. Гриль у нас пока нагревается, а я добавлю пеллет. Тут неожиданно, ребята, у нас снег пошел, поэтому я сделаю две вещи. У пеллетников, у них блок питания внешний, он не защищен никак. Я поэтому просто под столик его поставлю, чтобы он нас не намокал. Ну и плюс труба. Поскольку у трека трубу можно повернуть, то я ее немножко поверну вот так. Грибка нет. И чтобы у нас снег сюда не попадал, будем работать в положении для непогоды. Ну вот, ребята, смотрите, вышел на стартовую температуру. И теперь я устанавливаю в гриле температуру, на которой мы будем готовить. А это конкретно 105 градусов. Вот все, можно уже нести ребрышки. Но пока он сейчас поднагреется, я вам расскажу про режим. В температурный режим нам все время нужен неизменный. Если мы готовим на пеллетнике, то это 105-110 градусов. Если мы готовим на угольном гриле, то лучше всего держать температуру 120-125. Вот примерно так. Угольный гриль, коптильный. Ну а остальное там все просто. Рецепт на самом деле действительно очень просты. Я пошел за ребрами. Как видите, пока я ходил, он уже нагрелся. Гриль на самом деле трек, поскольку он мобильный. Камера небольшая, нагревается очень быстро. Он такой отзывчивый аппарат. Вот все. Можно закладывать ребрышки. Как видите, подставка гриль базовская наша отлично сюда входит. И пять ребрышек помещаются легко. Когда располагаете ребят ребрышки в гриле, если мы говорим про трек, то надо их расположить так, чтобы они у нас не задевали сенсор. То есть датчик температуры внутренний в котле. Вот он, он торчит. Важно, чтобы они не задевали. Иначе гриль будет неправильные показания учитывать. И лук. Лук я просто выкладываю сюда же на решетку, чтобы он у нас подкоптился. Закрываем крышку и готовим ровно один час. Один час, почему? Потому что у нас лук как раз будет коптиться час. Потом лук снимем, а ребрышки оставим в гриле. Давайте посмотрим, что произошло с луком через час. О, он прекрасно выглядит. Мягкий стал. Можно его снимать, заносить уже. Подкоптился. Он, кстати, очень-очень вкусно пахнет. А, прям такой аромат. Копченый лук. Кстати, есть еще такой рецепт. Копченый лук, но он настолько простой, что я его отдельно не снимаю. Ну вот, пока у нас ребра готовятся, ребята, мы сделаем соус. В соусе, ребята, есть, смотрите, есть жидкие, там влажные ингредиенты, есть сухие. Поэтому мы сначала их сразу заготовим, чтобы потом удобно было уже с ними работать. Начнем с сухих ингредиентов. Добавляем в удобную емкость 6 ложек сахара коричневого. Ну, либо 100 грамм, если хотите, там где-то в районе 100 грамм нужно. Еще добавляем 1 столовую ложку горчицы. 1 чайную ложку гранулированного чеснока. И чили. Но тут, опять же, чили по вашему вкусу. То есть, я люблю поострее. Обычно добавляю четверть. Но, если хотите, можно добавить, например, 1 восьмую. И последний сухой компонент это черный перец. Нам нужна половина чайной ложки. Теперь пошли жидкие ингредиенты. Добавляем в мерный стакан 50 мл уксуса красного вино. Туда же отправляем 150 мл красного сухого вина. И 1 столовую ложку светлого соевого соуса. Вот и жидкие ингредиенты готовы. Все. Теперь работаем с луком. Он как раз уже подостыл. Его просто нарезаем сегментами относительно крупными. В сотейник наливаем растительное масло. Ну, где-то, наверное, полторы столовых ложки. И сразу туда отправляем весь лук. Теперь обжариваем лук. Ребята, но поскольку он у нас уже такой полуготовый, то есть он у нас целый час коптился на температуре 105 градусов, поэтому его где-то нужно будет обжарить, ну, буквально минуты три, чтобы он чуть-чуть так подзолотился. Лук достаточно обжарился. Добавляем к луку теперь томатную пасту. Полностью всю эту баночку. Смотрите, томатную пасту вместе с луком тоже обжариваем, чтобы она у нас подзолотилась. Она когда обжаривается, она дает такой золотистый цвет и меняет, собственно, свой вкус и аромат. Кстати, ребят, помешивать нужно постоянно. И при этом обратите внимание, что жар у нас среднеслабый. Вот, наверное, четверочки сейчас стоит. Вот, чтобы у нас ничего не пригорело. Теперь туда отправляем сухие ингредиенты. И сразу же все жидкости. Ну, доводим его аккуратно до кипения. Все так же на слабом жаре. И сразу же туда клюкву отправляем. Варим этот соус, целиком уже собранный, ну, где-то примерно 20-25 минут, до тех пор, пока клюква не полопается и не станет мягкой. И, кстати, важный момент, ребята, его нужно помешивать периодически, потому что там содержание сахара большое. Если не помешивать, то он начнет к дну пригорать. И даст такой не очень приятный привкус. Это, с одной стороны, немножко суетно, да, вот так вот соус варить 25 минут, но, с другой стороны, результат того стоит. Он очень вкусный. Ребята, важный момент. Когда он начинает плеваться, ну, это вот заметно по столу, вот на стол начинает плевать, его можно накрывать крышкой, чтобы он, соответственно, нам тут все не загадил. Так вот, ребята, уже прошло почти 20 минут. Вот, смотрите, характерный признак, это когда они становятся мягкими, ягоды, и начинают лопаться. Вот, это значит, что уже можно приступать к следующей стадии. И заключительный этап, это блиндирование. Сейчас мы его гомогенизируем. Все готово. У нас получается, все уже, на самом деле, соус практически готов. Посмотрите, какой он красивый. Ну, то, что красиво, он еще очень вкусный. Вот, но его желательно довести до кипения, буквально там, пару минуточек еще подержать, чтобы он немножко покипел. Все, соус полностью готов. Очень хочется его попробовать. Сейчас попробую его. Он прекрасен. У меня, кстати, домашний, ребят, этот соус могут есть просто так, как варенье. Но он чем-то напоминает, такой, знаете, джем, джем барбекю. Очень вкусный, с кислинкой. Кстати, этот соус отлично подойдет, не только, вот мы сейчас рюбушки им будем обмазывать, не только для этого, а вообще для всего. Просто использовать его, как обычный соус барбекю. То есть, можно, например, бургеры с ним прекрасные делать. Можно его к мясу подать. Кстати, отлично подходит к фрикаделькам, к говяжьим или бараньям. Очень хорошо. Вот такой универсальный, домашний, клюквенный соус барбекю. Соус я оставляю, чтобы он остыл. Вот, и дожидаемся, когда у нас приготовятся ребрышки. Прошло ровно три с половиной часа. Ребрышки уже готовы, скорее всего. Сейчас заглянем, посмотрим. О, какая! Какая картина! Выглядят они прекрасно. Так, ну все, снимаем их. Прямо на подставке. Можете рассмотреть их, насладиться этим видом. Тут, правда, мешкать нельзя, потому что я обмазывать их буду прямо на улице. холодно. не хотите, чтобы они остыли, то можно их занести в дом и там их обмазывать. Мы будем работать здесь. О, какие ребрышки! Можно проверить готовность. Вот видите, вот характерный признак того, что они готовы. Если они вот так вот трескаются. Ну все, дальше их просто соусом обрабатываем сочные ребрышки. Соуса нужно наносить не очень много, но так, что всю поверхность покрыть. Вообще, на самом деле, можете делать по своему вкусу. Кто-то, я вот знаю, среди моих знакомых, есть такие, которые любят, чтобы соуса прям очень много было. А мне нравится, когда тонкий слой. И со второй стороны точно так же наносим соус. Кстати, соус особенно хорошо подходит к ребрышкам, потому что кислинка, она смягчает жирность ребер и, соответственно, очень хорошо сочетается со свининой. Еще свинина любит кислоту, так же, как и рыба. Обратно возвращаем ребрышки в подставку. Потом мы их загрузим в гриль для того, чтобы соус слегка карамелизовался. Закрываем гриль и оставляем в таком режиме где-то примерно минут на 10, можно на 15. Чтобы ускорить процесс, можно чуть-чуть поднять температуру до 110-115 градусов. Кстати, посмотрите, сколько у нас осталось соуса. То есть, примерно где-то, наверное, половина ушла на ребрышки. Можно его еще оставить, чтобы подать в прикуску к ним. Если кто захочет, может обмакивать. Ну, а если вы готовите на другом гриле, где, скажем, 10 ребрышек поместится, то у вас идет весь этот соус. Рассчитывайте на это. Все, время пришло. Посмотрите, ребята, как они выглядят шикарно. Видите, у нас уже соус подсох. О, слегка-слегка коронизовался, корочка такая образовалась. Очень аппетитный вид. Снимаем и несем подавать. Какая красота. Пожалуйста. Ну, все. Снимаем пробу традиционную. О, как же они выглядят-то шикарно. Я люблю резать с обратной стороны. Ого, какие ребрышки. Посмотрите поближе. Насчет сочности. Народ все время спрашивает. Видите, какая сочность. Мне прям сочаться. Очень вкусно. Кислинка. Прям отлично подходит. Я прям оторваться не могу. Это очень вкусно. Очень. В общем, ребята, как вам вкус передать? Это очень вкусные, очень сочные, подкопченные свиные ребрышки, которые наверняка вам уже известны. Ну и плюс, в совокупности с этим соусом, они превращаются в что-то особенное. Если ищете новый вкус для ребрышек, то обязательно попробуйте вот этот соус. Да, подавать. Я бы подавал с соусом барбекю, для того, чтобы едоки имели возможность его еще дополнительно использовать. Может быть, кто-то захочет больше соуса. Но он того стоит. Еще небольшое замечание про соус, ребята. Соус, конечно, вкуснейший. Очень. Он ни на что не похож. Вам наверняка понравится. Но обратите внимание, у него такая текстура, как у джема примерно. Я еще готовил другой вариант. Это когда соус уже почти приготовлен. Вот когда его блендером обрабатываешь, можно еще долить немножко вина, ну где-то миллилитров 50 примерно. И закипятить его там минутки 3-4, чтобы он покипел, чтобы у нас алкоголь испарился. И тогда он будет более гладким, более жидким. Ну, это в зависимости от того, какой любите. Ну и про трек еще надо отметить, что я, честно говоря, когда увидел, что подставка для ребрышек в него влазит, я подумал, да ну, да не может быть, чтобы 5 ребрышек приготовить. Да, действительно, попробовал, получается совершенно спокойно. 5, даже 7 ребрышек в него умещается. Ну вот на этой подставке я сделал, сегодня вам показал 5 штук. А еще, если вот так вот сверху положить, 2 штуки спокойно, 2 пластинки, то есть 7 штучек тоже приготовить можно. Ну вот, коллеги, еще один рецепт, ваш арсенал барбекю, настоящий лоун слоу, прекрасный соус, клюквенный соус барбекю. Пользуйтесь, а я с вами прощаюсь до следующих выпусков. Всем вам пока и ароматного вам барбекю. Слушай, давай сделаем так, сочные ты любишь, мы вот оставим их, какие-нибудь, ну вот эти вот, а вот эти три, с твоего позволения, я пойду, поставлю где-то градусов на 90, пускай они у меня еще пока обтятся, часик, будут посуше. А, ну да, как я люблю, да.